Девочка-пай 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 Привет, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! И до свидания! Некогда мне! Я уезжаю в отпуск на синее-синее море, 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 мир бездонный, пеный шелест, волн прибрежных. Так, 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 чемодан я уже собрала, крем от загара положила, полотенце, купальник, книжку, чтобы в дороге почитать. Ой, забыла попрощаться с библиотекарями. Людмила Валерьевна! Я здесь! Здравствуйте, ребята! Привет тебе, мыша! Теплый и солнечный привет! А далеко ли ты собралась? На прогулку и с чемоданом? Ой, я далеко! На далекую-предалекую прогулку. Я улетаю на самолете, буду загорать и купаться в море. Так ты и билет уже купила? Нет, не купила. Просто у всех лето, каникулы, и я тоже хочу. А хочешь узнать, какие они бывают, летние каникулы? Ну, конечно же, хочу! Июнь часы протикали, смеется в небе радуга. Пришли-пришли каникулы, пою-пою и радуюсь. Каракули, молекулы, ура, остались в школе вы. От счастья кукарекают друзья мои довольные. Кани-кани-каникулы, наемся я клубникулы. Займусь весь день гулянием и на траве валянием. Люблю я реки быстрые и крепости песочные. Каникулы душистые, пушистые, цветочные. Но вдруг дожди закапают и небо закурлыкает. Замашут елки лапами, пока мои каникулы. Пока мои хорошие, оранжевые, в крапинку. Закрою подорожником последнюю царапинку. И буду жить всю зиму я легко, светло и радостно. И снова ждать любимого июня Юли Августа. Ой, как прекрасно, что летом можно от всего-всего отдохнуть. Особенно школьники ждут лето. Я знаю про этот стих смешной и немного загадочный. На календарь мой старший брат глядит который день подряд. Должно быть, он кого-то ждет, но этот кто-то не идет. А братец занят лишь одним. Считает дни до встречи с ним. И непонятно почему он так скучает по нему. Ну вот, вылетел он со двора вопя. Каникулы! Ура! Ну, наконец, я разгадал, кого мой брат так долго ждал. А я уверена, что карандаши, ручки и тетрадки тоже устали и ждут перерыва в работе. Правда? Да-да. Весь год мой бравый карандаш тетради брал на абордаж. Сновал по глянцевым листам. То там, то здесь, то здесь, то там. Писал, чертил и помечал. Немного даже измельчал. И потому-то, говорят, июню был безмерно рад. А перед тем, как лезть в финал, он крупным шрифтом написал. Строки хватило в самый раз. Ура! Каникулы у нас! Угу. Понятно. А вот и не все школьные предметы радуются. Мой чемоданчик рассказал, как обиделся школьный портфель. Портфель обиженно ворчал. Такой сякой бездельник. Куда он без меня умчал? Сегодня ж понедельник. Взял мяч и сразу за порог меня швырнул под койку. Все. Опоздали на урок. Теперь получим двойку. Нет, бывало бросить на пути. Лечу, куда попало. Но чтобы в школу не пойти, такого не бывало. Пусть в этом нет моей вины. Переживаю слишком. А он сбежал. И хоть бы хны. Вот так служить мальчишкам. Уже и вечер за окном. Его все носит где-то. Портфель еще не знал о том, что наступило. Лето. Ой, ой, смотри. Ой, 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 ой. Мой чемоданчик дрожит. Как будто действительно что-то хочет сказать. Ой, ой, ой. Оттуда и бумажная ленточка потянулась. Ну-ка, ну-ка, почитаем. Как-то на лугу в разгаре лета убежали рифмы от поэта. Средь цветов попрятались они. Их в стихи, пожалуйста, верни. Ой, слушайте, как интересно. Я хочу вернуть рифмы поэту. Хорошо, слушай. Пишет он. Гадаю на ромашке, а вокруг меня снуют букашки. Хорошо. Вижу изумрудную бронзовку. В черных точках божию коробку. Молодец. Выпучив огромные глаза, в воздухе зависла. Три коза. Бабочка над лютиком кружит. Толстый шмель над клевером жужжит. Взять с него метку, наверное, хочет. Дружный хор кузнечиков стрекочет. Паучок навесил на травинку тоненькую сетку паутинку. Сам сидит в углу своей ловушки. Берегитесь, комары и мушки. Хорошо. Я полюбовался целый день. Только вдруг пристал ко мне олень. Ой. Слепень. Знаете, как может он кусаться? И пришлось мне от слепня спасаться. В речку с головой я нырнула. Впрочем, рифмы ты в стихи вернула. Ура! Я молодец. Ой, сколько всяких насекомых встретилось в этом стихотворении. А вот в этом яблоке кого ты можешь встретить? Кого? Спелое яблочко. Дырочка в нем. Значит, не яблоко это, а дом. Значит, устроил себе особняк. В яблоке этом какой-то червяк. Спальня там есть и кладовка там есть. Всяких припасов в кладовке не счесть. Тихо, тепло и еда под рукой. Очень доволен он жизнью такой. Нет, я покоя его не нарушу. Лучше пойду и сорву себе грушу. Вот он выпал. Смотрите, Людмила Валерьевна, червяк. Это не червяк. Это гусеница. Здравствуйте, гусеница. А я, кстати, и про гусеницу стихотворение знаю. Я же библиотечная мышь. А хочешь грушу? Гусеница к гусеницу в гости позвала. Гусеница к гусенице по веточке ползла. Шаг, другой, еще шажок. Час, другой, еще часок. Ветка длинная казалась. Длилась, длилась, не кончалась. Полпути она прошла, тут и ночь ее застала. Наша путница устала, на листке поспать легла. Но пока она спала, бабочкой устала. Ой, как здорово! Слушайте, я как будто бы на лугу очутилась. Ой, 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 смотрите, Людмила Валерьевна. А вон и земляничка сидит. Какая прелесть! Погляди-ка! В лесу поспела земляника. Накрылась ягодка листочком, Как будто шелковым платочком. И глаз поднять на нас не смеет. Стоит и медленно краснеет. Ой, какая чудесная картинка! Земляничка стесняется и краснеет. Но мы же для того, чтобы гулять на лугу, в лесу, в поле, нужно, во-первых, уехать за город на дачу. Ах, какая неслыханная удача! Я, наконец-то, поеду на дачу. Там есть теплый дом, у дома скамейка. Там есть огород и садовая лейка, и велосипед, и гамак, и качели. И я там не буду валяться в постели. Я буду гулять и грибы собирать, за жизнью жучков-паучков наблюдать. С друзьями играть целый день в чехарду и рыбу ловить на рассвете в пруду. Возьму я лопату и сделаю грядку. Я буду на ней все сажать по порядку. Морковку и лук, и укроп, и картошку, и даже зеленую травку для кошки. Еще буду песни веселые петь, на звездное небо ночами смотреть, в беседке пить чай с пирогом и конфетой. Да здравствует дача, да здравствует лето! Ой, а я такой стишок знаю смешной, вот какой! На песочке возле речки загорали огуречки. Пели песенку, что скоро загорят, как помидоры. О, не надо огурцам загорать, пусть уж лучше останутся зелеными и свежими. А у меня есть стих-загадка, тоже про огородное растение. Ну-ка, ну-ка! Выросла на грядке круглая тетрадка. Страницы в тетрадке друг дружки белей, и важные вещи записаны в ней, что много дождей пролилось этим летом, но солнечных дней было вдоволь при этом, что строго хозяйка следила за грядкой, и вредным жукам приходилось несладко. Но лучше вы про это спросите у мальчишки, что прочитал тетрадку до самой кочерыжки. Ну, конечно, я догадалась, это капуста. Она как тетрадка или как книжка, потому что у неё большие листики сложены. Кстати, и книжки летом надо не забывать читать. Ты совершенно права, Мыша. Библиотека и летом ждёт своих читателей. Тем более, что книжки про каникулы такие интересные. Вот в этой главный герой оказывается в стране вечных каникул. Здорово! А вот в этой увлекательная жизнь ребят в летнем загородном лагере. Из этой книжки мы узнаём, что в городе летом тоже можно найти такие приключения, что закачаешься. Ух ты, там привидения. Да. И в этой вот сказочной повести ребята сражаются с Василийсками в таинственной стране Мифландии. Ого себе! Очень интересные книжки! Я их все-все прочитаю. А после я сделаю, знаете что? Гербарий чтенья! Читаю лёжа на траве, Как много мыслей в голове, Вокруг былинки и цветы, А в книге столько красоты! И чтобы позже перечесть, о чём тут говорится, Я тут же начал всем, что есть, закладывать страницы. Травинкой, маленьким листком, растущим рядом с Васильком, Потом душистой кашкой, Потом большой ромашкой. Зимой достану с пол китом, А в нём о чём? А в нём о ком? И тут увижу наяву И лук, и лето, и траву. Вот какое приключение! У меня гербарий чтенья! Вот молодец, Мыша! Гербарий чтенья – это прекрасная затея. Но поиск всевозможных летних приключений На этом не заканчивается. Даже самая, на первый взгляд, обычная бочка для воды Может вскрывать в своих глубинах тайну. Да ну-то! Старая бочка с водой дождевой Высится вровень с моей головой. Что-то хранит на большой глубине. Дали бы лодку подводную мне, Я б на подлодке обследовал дно. Я бы глядел очень зорко в окно, Сделал бы, может, таинственный снимок И отыскал бы свой правый ботинок. Ух ты! Так увлекательно! Что-нибудь где-нибудь поискать! Может быть, в земле? Может быть, клад? Да! Мы искали клад на даче, Словно рыцари удачи, Рыли землю в дождь и зной. Нет монетки ни одной, Столько вложено труда, В результате ерунда. Откопали у Серёжки 25 мешков картошки. Во дворе у тёти Вали Целый погреб откопали. Отыскали червяка, Ключ от старого замка, Шесть мышей, Сапог один. Ага! Восемь банок от сардин, Ржавый штык на рук рота, Гайку, шайбу, два болта, И немного погодя, Триста сорок три гвоздя. Ой! Ноет каждый мускул в теле, Всё, пираты надоели, Лучше в будущем году В археологи пойду. Очень хорошо! В будущем году В археологи пойдёшь, А в этом-то году куда? Вот послушай, Мышенька, стихотворение. Ну-ка, ну-ка! Я дни до зелёного лета считаю Вернуться в родные края птичьей стаи В начале июня за птицами следом И я, наконец-то, в деревню уеду. Там синее небо и белые ночи, Там ждут меня бабушка с дедушкой очень, Там яркие астры цветут под окошком И самая вкусная в мире картошка. Там хлеб золотистый горячий из печки, Тропинка, знакомая к маленькой речке, В лесу сладких ягод узорная россыпь, А в августе яркий месяц и звёзды. Мне солнце насыпет на щёки веснушек, И я встречусь снова друзей и подружек, И сердцем я чувствую, я понимаю, Что эта земля мне и вправду родная. Ой, как же здорово! Ну вот, я всё решила. Не поеду я к далёкому-предалёкому морю, А буду отдыхать и веселиться в нашем родном краю. Тут хорошо! Молодец, Мышенька! У меня скоро отпуск, И я приглашаю тебя ко мне на дачу. Ох, отдохнём! Ура! Я еду на дачу! Ой-ой-ой! До свидания, ребята! Встретимся с вами в августе! Набирайте сил, здоровья, Читайте хорошие книжки И счастливых вам каникул! Пока-пока! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok